Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о жутком послании в последней песне Юрия Шатунова и странных обстоятельствах его ухода из жизни. 23 июня 2022 года известный певец, музыкант и композитор Юрий Шатунов скоропостижно ушел из жизни. Эта новость тронула не только преданных поклонников артиста, но и тех, кто был далек от его творчества. Многие не верят в официальную версию произошедшего и считают, что в этой истории все не так просто. Уже после того, как Юрия не стало, его директор Аркадий Кудряшов опубликовал в официальном YouTube-канале артиста его последнюю песню под названием «Каждому свое». В ней содержится зашифрованное послание в реверсе, которое оказалось довольно жутким и символичным. Многие из тех, кто следил за творчеством Шатунова и часто посещал его концерты, утверждают, что Юрий был очень светлым и добрым человеком. Он отличался от представителей современного шоу-бизнеса, считающих зрителей лишь стадом, обеспечивающим их безбедную жизнь. Во время сольных концертов Шатунов общался с залом, шутил и отвечал на вопросы поклонников. В последние годы творчество Юрия было вне трендов, а потому его не приглашали на главные музыкальные концерты страны, а клипы не крутили по телевизору. Однако, чтобы разобраться в причинах смерти Шатунова, важно проследить его творческий путь с самого начала. Юрий Шатунов родился и вырос в неблагополучной семье. В 11 лет он остался без матери, а родному отцу не было до него дела. Свою музыкальную карьеру певец начал в возрасте 13 лет. Сергей Кузнецов, являвшийся руководителем кружка самодеятельности в Оренбургском интернате, где после смерти матери оказался Шатунов. Выбрал его в качестве исполнителя своих песен. Так была сформирована легендарная группа «Ласковый май». Естественно, история умалчивает. По своей ли воле мальчик начал петь и попал на сцену. В одном из своих интервью Шатунов говорит, что никогда не мечтал стать артистом. Получается так, что мы профессию не выбираем. И наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. То есть получилось так, что я оказался там, где вообще не мечтал и не знал и не понимал, зачем я здесь. Само по себе создание группы «Ласковый май» и начало карьеры Шатунова окутано тайной. В интервью Федору Бондарчуку от 2009 года Юрий говорил, что сам запутался, где правда, а где ложь. Вас, знаю, сто раз уже спрашивали об истории возникновения «Ласкового майа». Вы уже на все интервью ответили. Я уже, честно говоря, запутался, где теперь правда. Более того, из его слов становится понятно, что настоящей правды не знает никто. Так а много было воронья вокруг «Ласкового майа»? Да, по сути, все было враньем на самом деле. Как бы там ни было, в период, когда Шатунов был на пике популярности и собирал многотысячные залы, он работал на систему и продвигал в массы соответствующие ценности. Песни Шатунова действительно были добрыми и безобидными, особенно в сравнении с современным шоу-бизнесом. Однако для времен Советского Союза образ артиста был дерзким и вызывающим. Шатунов появлялся на сцене в женственных нарядах с обилием украшений и страз. Его визитной карточкой стала серьга в ухе. Тогда подобные украшения у парней не поощрялись. Считалось, что это намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию. Кроме того, певец продвигал моду на курение среди подростков. Популярность Юрия была настолько огромна, что в его сторону не шли никакие осуждения. Именно так и работает окно Овертона. Возможно, что в силу возраста Юрий сам сделал такой выбор, либо же он был просто инструментом для зарабатывания денег в чьих-то влиятельных руках. Не исключено, что имела место программа МК Ультра, жертва которой также становится невольными заложниками своей судьбы. В более сознательном возрасте Шатунов, судя по всему, решил выйти из известного культа и заняться настоящим творчеством. Однако подобный шаг влечет за собой не только забвение или резкий спад популярности. Артисты, решившие разорвать контракт, часто расплачиваются за это своей жизнью или здоровьем. Возможно, что именно это и произошло с Шатуновым. Большинство из тех, кто не верит в официальную версию смерти артиста, считают, что здесь замешан бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. В течение нескольких лет он судился с Юрием за право исполнять песни «Ласкового майя». В итоге 17 июня 2022 года суд вынес решение в пользу Шатунова, а спустя всего шесть дней после этого певца не стало. Само собой напрашивается предположение о том, что Юрия устранили по заказу Разина. Однако данное стечение обстоятельств могло быть использовано лишь как предлог для отвлечения внимания. По факту же смерть Шатунова могла являться своеобразным жертвоприношением. Цель его состояла не только в устранении неугодного артиста, отказывающегося работать на систему, но и в массовом сборе Гаваха. Многие слушатели Шатунова восприняли известие о его кончине как личную трагедию. Люди искренне скорбели и плакали, отдавая свои эмоции на подпитку темных сущностей. Символизм начинается с даты ухода певца из жизни. 23 июня 2022 года дает отсылку к числу зверя. 23 представляет собой так называемый код вызова сатаны, так как при делении 2 на 3 получаем 0,666. Номер месяца и сумма цифр года также дают шестерки. Многие обратили внимание на последний прижизненный клип Юрия Шатунова на песню «Не спорь со мной». Этот ролик кардинально отличался от всех предыдущих работ артиста и выглядел чересчур мрачно. На некоторых моментах создавалось ощущение, что Юрий находится в гробу и прощается со зрителями. Кроме того, в клипе присутствовало большое количество символики иллюминатов. Подробный разбор этого видео вы можете найти на нашем канале. Что касается последней песни Юрия Шатунова, премьера которой состоялась уже после его смерти. Вышла она 29 июня 2022 года. Дата эта не менее символична, чем день, в который артист покинул этот мир. В ней содержится код катастроф 9-1-1, так как цифры числа в сумме дают 11, а 6 – это перевернутая 9. Кроме того, песня вышла именно на шестой день смерти артиста. Даже в прямом прочтении текст песни каждому свое довольно символичный. Слушая ее, создается ощущение, что Шатунов знал о своем скором уходе. В первом куплете Юрий поет об освобождении из неволи. В качестве так называемой тюрьмы можно понимать физическое тело, которое, как многие считают, держит душу в плену. Вырывая прошлого страницы, вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой. Проведенные в неволе годы вспоминать отныне не хочу. Также эти слова могут относиться к желанию Юрия разорвать старые контракты с темными силами, которые помогли ему добиться успеха на эстраде. Певец мечтал заниматься настоящим творчеством и нести людям добро. В припеве Шатунов словно раскаивается за свои прошлые грехи. Каждому свое, сверчку шесток, птахе небо, падшему прощение. Во втором куплете Шатунов вновь говорит о переменах и о том, что он хочет изменить свою жизнь. Прочь от этих серых пыльных стен, от всего, что стало неуютным. Верю я, он будет мне попутным, долгожданный ветер перемен. Текст к своей песне Юрий Шатунов писал сам. Долгие годы артист являлся частью шоу-бизнеса, а потому он определенно знал о том, что в реверсе песен можно оставлять скрытые послания. Обычно на наличие таковых указывают соответствующие знаки в клипах. Так как на последнюю песню Шатунова клип не был снят. Мы просто проверили ее на наличие зашифрованного послания в реверсе. Вот что удалось разобрать при прослушивании песни Юрия Шатунова каждому свое в обратную сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, в реверсе песни Юрий говорит о том, что душа его не свободна. Наш мир он называет дном, призывая людей проснуться и найти в себе Бога. В определенный момент певец называет себя жертвой, а потому вполне вероятно, что он знал о том, что должно будет с ним случиться. Немало странностей было и на похоронах Юрия Шатунова. Во-первых, проводить артиста не пришел никто из коллег по сцене. Российский шоу-бизнес полностью проигнорировал смерть певца. Возможно, это объясняется тем, что Юрий пошел против системы и пожелал выйти из культа. Во-вторых, во время церемонии прощания гроб несли молодые люди в белых перчатках, являющихся одним из главных масонских символов. Кроме того, стоя перед гробом, парни продемонстрировали масонский жест верности. В-третьих, странным обстоятельством была поспешная кремация тела артиста и разделение его праха на две части. С точки зрения православной церкви, к кое относил себя Шатунов, данный способ погребения не является правильным. Возможно, что сделано это было также в ритуальных целях, а также для того, чтобы скрыть какие-либо улики, опровергающие официальную версию. Таким образом, уход из жизни Юрия Шатунова вряд ли был естественным процессом. Скорее всего, певцу помогли отправиться на тот свет, как Кириллу Толмацкому и многим другим артистам, не вписывающимся в рамки современного шоу-бизнеса, но владеющими важной информацией. В завершении видео я хочу обратиться к подписчикам и постоянным зрителям канала. С момента отключения монетизации на территории России канал существует исключительно за счет вашей помощи и поддержки. Благодаря вам видео выходят с прежней периодичностью. Сейчас я вновь прошу поддержать канал любой посильной для вас суммой. Реквизиты, по которым вы можете оказать помощь, указаны в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. Переводы из-за границы доступны через мультивалютную карту Visa, криптовалюту или кошелек WebMoney. Заранее искренне благодарю всех неравнодушных зрителей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.